Здравствуйте, мои дорогие! Я Наталья Родомская, специалист по отношению мужчин и женщин, сомнолог и знаток различных тайных знаков из тонкого мира, приметы, обряды, ритуалы, все мое. Сегодня я вам хотела рассказать, как почистить свой дом. О том, как почистить себя от магии, негатива, сглаза, зависти, я вам рассказывала в одном из предыдущих видео. Теперь расскажу, как почистить свой дом. Зачем это нужно? Когда вы общаетесь с кем-то, выходя из дому, вы можете с собой, не ведая того, притащить с собой фантомов. Откуда вы знаете, что это за человек? Может, там куча его проблем, куча каких-то комплексов и бесовщины. И одного из бесов он, даже сам не подозревая, дает вам. И вы приносите к себе домой. Вы смотрите телевизор, какие-то фильмы, какие-то ужасы. Эти ужасы фантомы приходят в ваш дом. Вы общаетесь с кем-то по интернету, именно разговаривая по видеорежиму. У вас вам перед. Опять-таки, эти фантомы, чтобы они не прижились, вам необходимо почистить свой дом. Что для этого нужно? Берете свечу одну и зажигаете. И вам необходимо, это православная свеча, становитесь к порогу спиной. Вот. Я стою, и сзади меня, допустим, порог. Вы берете эту свечку православную, церковную. Кстати, этот обряд чистки дома подойдет всем религиям. Мусульмане, православные, католики. Дело в том, что наши молитвы православные, они очень сильные. Бесовщина эта просто боится, пищит и сразу убегает. Итак, православную тоненькую свечку берете, зажигаете, становитесь спиной по ходу двери и обходите по часовой стрелке свою квартиру либо дом. Три раза читая «Отче наш». Можно много раз читать «Отче наш». Возвращаетесь к двери, свечу оставляете догорать до конца, берете крещенскую воду и по всем углам. Можете «Отче наш» читать, а можете «До воскрес не было». Это заклинательная молитва о нечистой силе. Все, таким образом вы почистили свой дом. И я желаю, чтобы никакая бесовщина, никакое там что-то сглаз, порча никак не отразились на вашем доме. Эту нужно очистку делать раз в три месяца. Потому что, знаете, вне зависимости от того, верите в это, не верите, но с вами постоянно кто-то может жить невидимой, не вредить вам, не мешать вам спать. Если вы это сделаете, вы очистите свой дом. С вами была ваша Наташа.